Итак, я прошла по кругу, вставляя по очереди две бисеринки и одна крупная бисеринка. Две бисеринки более мелкие и одна более крупная. Теперь я имею заготовленные вот такие вот элементы с гребешками из первого ряда бисеринок контрастных. Эти заготовочки я не буду делать вот такими изначально. Теперь для того, чтобы я уже получала изделие, какое я хочу получить в конечном результате, после того, когда моя вот эта лесочка выходит из крупной бисеринки, я захожу, видите, тоже с той стороны, как моя лесочка выходит из этой бисеринки, я захожу в бисеринку гребешка следующего элемента. И у меня получается одна общая вот эта крупная бисеринка, то есть эта бисеринка у меня будет соединительная между моими элементами. И как и в предыдущем вот этом элементе, я снова набираю две бисериночки, захожу в следующую бисеринку гребешка. Так, поправим. Набираю крупную бисеринку. То есть я буду теперь делать то же самое, что я делала в начальном вот этом элементе, только после того, как я соединила их между собой. То есть у меня получится одно целое из двух вот таких отдельных элементов. Так, аккуратно надо пройти, чтобы не расколоть бисеринку. Обидно, когда в процессе работы, то есть уже заготовлены такие элементы, и вдруг с какой-то бракованной дырочкой попадается бисеринка, и уже приходится работу нашу повторять. Вот, и мы снова выходим уже с этой стороны, и таким образом мы закрепим мы таким образом закрепим наше соединение двух элементов. Вот видите, что у нас получилось. Теперь я перейду в следующую крупную бисеринку. Пройду по моим бисеринкам гребешка, по бисеринкам. Меленькие мы проходим и выходим в крупную бисеринку. Вот смотрите, опять я переверну на лицевую сторону, и возьму следующий заготовленный элемент лицевой стороной к себе. Вот я ложу по ходу лесочки, и опять прохожу в первую бисеринку гребешочка. Опять у меня получается вот одна соединительная бисеринка, и я начинаю плести точно так же, как плела до сих пор. Но теперь посмотрите, у нас должно быть две соединительных бисеринки. Вот видите? Поэтому я, если у нас в принципе пять крупных бисерин, и я смотрю, что у меня должно быть две бисеринки, какие уже есть, я добавлю три бисеринки крупные, и затем уже зайду в бисеринку следующего элемента. Меня, в принципе, вот такие вот изготовления, таких шариков интересовало давно. Я находила именно картинки с такими изделиями, но мастер-класса, конечно, я не нашла. Может быть, где-то есть, но я не нашла. Поэтому я вам показываю то, к чему я пришла опытным путем. Если что-то вы видели где-то, конечно, может быть, вам покажется, что я делаю не совсем так, как другие, но это мой вариант. Это мой вариант. Вот смотрите, я подошла к моменту, когда я должна добавлять уже вот, соединить с бисеринкой другого элемента. Видите? И здесь две бисеринки последние, и снова захожу в бисеринку крупную, центрального элемента, с какой я начинала. С какой я начинала. Вот она, бисеринка первая крупная. Первая соединительная бисеринка. И теперь я опять прохожу по моим бисеринкам гребешка до следующей крупной бисеринки. И буду соединять точно так каждый последующий элемент. На одной бисеринке у меня будет новый элемент. Причем каждый элемент уже будет иметь две общие бисеринки с теми, какие мы уже собрали. То есть, следующий элемент будет иметь общую бисеринку. Вот эту и эту. То есть, каждый последующий элемент будет соединяться с помощью двух бисеринок с предыдущими готовыми элементами. Итак, проходим по нашему гребешку до следующей крупной бисеринки. До следующей крупной бисеринки. И опять берем заготовленный элемент, ставим по ходу нашего движения, так, лицевой стороной, и заходим в одну из бисеринок гребешка. Вот видите, она сама ложится, вот эта заготовочка наша, таким образом, где мы должны уже иметь соединительные наши бисеринки. Плетем дальше. И так мы должны по кругу наплести еще должно быть пять элементов, то есть, так же, сколько и крупных бисеринок. Вот конечный результат, когда мы соберем вокруг нашей центральной, вот этой заготовочки, пять элементов. Это у нас половина нашего изделия. Видите, что у нас получается. И я опять вышла в крупную бисеринку, и опять беру следующую мою заготовочку, следующую мою заготовочку, и захожу по ходу движения в бисеринку на гребешке. Вот видите. И опять у меня должно быть две соединительных крупных бисеринки, поэтому я набираю две промежуточные мелкие, подтягиваем и выхожу в следующую крупную бисеринку. Вот я набрала две мелкие, подтянула и выхожу в следующую крупную на следующем элементе бисеринку. Вот таким образом. Захожу в следующую бисеринку нашего гребешочка и набираю бисеринки таким же образом, как набирала до сих пор. То есть, две мелкие, крупную бисеринку, две мелкие, две мелкие, крупную, бисеринку, две мелкие, то есть, нам теперь надо проплести вторую половину нашего шара. Вторую половину нашего шара. Здесь немножечко уже у нас проход должен быть побольше, но я думаю, что вы с этим справитесь. вот я прохожу по бисеринкам моих вот этих заготовочек до того момента, когда я выйду либо в эту крупную, либо в эту крупную. Как вам уже будет удобнее проходить. все это надо делать, конечно, осторожненько, чтобы вы нигде не раскололи бисеринку, и чтобы вам потом не пришлось переделывать уже такой огромный труд. вот смотрите, я выхожу в бисеринку крупную, и начинаю уже следующий элемент набирать. Это у нас уже вторая половина нашего шара. Вот видите, как он у нас будет выглядеть. Ну, давайте мы еще так соберем вместе немножечко, и дальше вам уже будет понятно, что делать. Дальше вам будет уже понятно, что делать. Так, заходим в следующую крупную бисеринку. И двигаемся уже по гребешку нового элемента. Так, зайти сюда. и теперь мелкие бисеринки. Заходим в следующую крупную бисеринку. Видите, наш шар как собирается, да? И снова мелкие бисеринки. Итак, мы должны набрать еще один ряд, вот таким образом. И затем я покажу, как завершить эту работу. Звучит петлю. Важаем.